Пассажирка Елена Айропетова ездит на метро ежедневно. Живет рядом с подземкой, да и добраться до работы получается быстрее, чем на наземном транспорте. С начала пандемии в Самарском метрополитене действует усиленный контроль за соблюдением масочного режима. Елена про это знает, поэтому маску надевает заранее, еще до входа в городскую подземку. Пандемия продолжается, и нужно заботиться и о себе, и об окружающих. Это первое, то, что нас спасает, это маски. Чихнул, кашлянул, все это вокруг моментально разлетается. Воздушно-капельный путь никто не отменял для распространения вирусов. Контроль в Самарском метро осуществляется непрерывно. Наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров охрана проверяет уже на входе. Без маски вход в подземку закрыт. Также проверяющие находятся в кассовом зале, у терминалов самостоятельного пополнения транспортных карт и покупки жетонов, а также в турникетной зоне. Кроме того, на каждой станции в зоне посадки и высадки пассажиров за соблюдением масочного режима следят сотрудники полиции. У нас система такая, что мы предупреждаем людей и не пропускаем их без средств индивидуальной защиты. С начала года, вот 2022, ну так скажем, не было допущено в зону посадки пассажиров 439 пассажиров. О здоровье пассажиров заботятся и сотрудники метрополитена. В городской подземке регулярно обрабатываются ручки входных дверей, автоматы по продаже жетонов и пополнение транспортных карт, кассы, турникеты, эскалаторы. Также контроль за соблюдением масочного режима в метро осуществляют междведомственные комиссии. Ежедневно в пиковое и межпиковое время проводятся проверки. Каждую неделю до 80 рейдов. Продолжаем работать в таком усиленном режиме, разъяснять пассажирам о том, что при входе в салон, неважно автобус, троллейбус, трамвай, при входе на станцию метрополитена на лице должна быть маска, средство индивидуальной защиты. Она должна плотно прикрывать нос и рот и сохраняться на всем протяжении поездки. В случае отказа надеть маску нарушители выводят из салона и составляют административные протоколы. Помимо этого в поле зрения рейдовых бригад кондукторы и водители, которые также не должны пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Штраф на юрлицо действительно намного больше, чем для пассажиров. Если экипаж будет без маски, будет назначено проведение служебной проверки. Ежедневно перед рейсами с персоналом проводят инструктаж и выдают средства индивидуальной защиты. Кроме того, перед выходом на линию дезинфицируют и моют подвижной состав. Следят, чтобы во время рейсов исправно работали рециркуляторы воздуха. Надевать маску еще до входа в общественный транспорт обязаны все пассажиры, независимо от наличия сертификата, QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Ольга Павлова, Никита Колосов, Константин Головин. События.